Привет, друзья! Наверняка вы помните нашего тетраодона, которого мы показывали в ролике про необычных рыб. Нам настолько понравилась эта рыбка, ее удивительный внешний вид и поведение, что мы решили завести еще одну рыбу-шар. Только этот шарик вырастет намного больше. Перед тем, как мы вам его покажем, я хочу напомнить, что тетраодоны могут быть опасными для человека. Иглобрюхи стали известны на весь мир благодаря традиционному японскому блюду фугу, которое готовят из ядовитых рыб. Этот деликатес могут приготовить только повара, которые тренировались в течение трех лет и более. Повар должен удалить ядовитые органы рыбы, чтобы люди, которые будут это блюдо есть, не умерли от отравления. Несмотря на это, многие любители пощекотать себе нервы и испробовать опасное лакомство все еще травятся, а некоторые даже умирают. Что же делает эту рыбу смертельно опасной? Большинство иглобрюхов, когда раздуваются, выделяют на кожу опасное химическое вещество, известное как тетродотоксин. Оно в сто раз более токсичное, чем цианид. Тетродотоксин является нейротоксином, а это значит, что он повреждает нервную систему, блокируя связь между мозгом и телом. У человека первым симптомом отравления этим токсином является онемение губ и языка, за которым следует паралич лицевых мышц, головокружение и тошнота. Потом человек теряет способность двигаться, говорить и дышать. Без лечения смерть наступает в течение нескольких часов. Но в одном случае из ста она наступает всего за 17 минут, и человека просто не успевают спасти. Некоторые представители рода такифугу могут переносить в своей печени достаточно токсинов, чтобы убить 30 взрослых людей. Поэтому иглобрюх считается вторым по ядовитости существом в мире после ядовитых лягушек. Интересно то, что сама рыба вырабатывать токсин не умеет. Она получает его, употребляя пищу, содержащую токсичные бактерии, и накапливает яд в своем организме. Но здесь все понятно. Рыба жрет всякую ядовитую гадость, чтобы потом защищаться. А вот человек для чего ест что ни попадя? Скажите мне, пожалуйста. Как гласит легенда, Однажды кто-то съел жареную летучую мышь, а потом весь мир оказался на карантине. Мне кажется, человечеству пора пересмотреть свой рацион. Мы вполне сможем обойтись без всякой экзотики в своем меню. Из-за любителей экстрима некоторые виды тетраодонов находятся под угрозой исчезновения. Например, китайский иглобрюх, который встречается в Китае, Японии и Корее, находится под критической угрозой. Его популяция сократилась на 99% за последние 40 лет. Конечно, это связано с неконтролируемым отловом. Рыбаки добывают эту рыбу в огромном количестве для туристов и местного населения. Не задумываясь о последствиях. Ну что ж, а теперь давайте знакомиться. Наш новый питомец. Тетраодон фахака. Или африканский скалозуб. Пока он у нас еще маленький. А вообще шар фахака может вырасти до 45 см длиной и весом до 1 кг. Аквариум для такой рыбки нужен большой. На первое время мы поселили его в наш аквариум с живыми растениями объемом 150 литров. Здесь у нас живут ктинопомы и многопер. Посмотрим, как шарик будет себя здесь чувствовать и как будет себя вести. Везде пишут, что эта рыба очень агрессивная и может нападать на других жителей аквариума. У всех тетраодонов есть костяные выросты, очень похожие на зубы. И они могут использовать их, чтобы отрывать куски тела от соседей. Мы очень надеемся, что наш шарик подружится с остальными обитателями. А если нет, то придется пересадить его в отдельный аквариум. Как и все иглобрюхи, фахака может принимать форму шара. В случае опасности, рыба быстро заглатывает воду или воздух, раздувается, становится в три раза больше. Такой шарик сможет проглотить далеко не каждый. И даже если это произойдет, многочисленные иголки, разбросанные по всему телу, нанесут серьезные ранения неосторожному хищнику. И скорее всего, он выплюнет колючий шарик обратно. Конечно, нам захотелось увидеть надувательство собственными глазами и показать это вам. Все, кто захочет написать «Вы издеваетесь над рыбой?», идите мимо. Мы делаем это в образовательных целях. И к тому же, это естественный процесс, который вреда рыбе не принесет. Хоть наш тетраодон, скорее всего, не токсичный, потому что не питается теми ядовитыми бактериями, мне все-таки не хочется рисковать, поэтому я надену перчатки. Субтитры создавал DimaTorzok Не переживайте. Мы вернули шарика обратно в аквариум. С ним все в порядке. На всякий случай я пока не буду совать руки в аквариум. Кто знает, что у него на уме. Пусть спокойно поплавает и все забудет. В природе шарф Ахака обитает в реках и озерах Африки, среди зарослей водных растений. Питается в основном моллюсками. Живет он довольно долго. Максимальная продолжительность жизни этих рыб – около 10 лет. За тетраодоном ужасно интересно наблюдать. Шарик способен плыть в любом направлении. Вперед, назад, вверх, вниз, куда угодно. Он очень маневренный. И глазами он может вращать в разные стороны. Причем независимо друг от друга. По-моему, никакая другая рыба это не умеет. И вообще, я только у хамелеонов такую способность видела. Это очень необычно для рыб. Если ближе присмотреться к глазам тетраодона, то можно разглядеть в них целую галактику. Или вид нашей планеты из космоса. А может быть даже морские глубины. В сообществе мы выкладывали фотографию глаза тетраодона. И просили вас угадать, что это такое. Вариантов было много. Что это вид аквариума сверху? Чья-то икринка или ядро клетки под микроскопом? О, это было бы круто, если бы у нас был микроскоп. Но пока нам не по карману такие покупки. Если у кого-то из вас есть ненужный микроскоп, будем рады принять его для съемок. У нас столько интересных идей. Кстати, многие ответили правильно, что на самом деле это глаз рыбы. Молодцы. Согласитесь, глаза у тетраодонов какие-то особенные. А еще тетраодоны запоминают хозяина и привязываются к нему. Прямо как собаки. Не зря их называют водными собачками. Шарик выплывает из зарослей при появлении хозяина. И кружится на одном месте, в ожидании корма. Он может есть прямо с рук. И даже дает себя погладить. В домашних условиях иглобрюхов кормят рыбой, креветками, мидиями, кормовыми насекомыми и, конечно, улитками. Улиток нужно давать целиком. Прямо с панцирем. Чтобы, разгрызая их, шарик стачивал свои зубы, которые растут на протяжении всей жизни. Если у него не будет такой возможности, то зубы могут отрасти слишком сильно, и шарик не сможет питаться. Молодых рыбок кормят через день, а взрослых два раза в неделю. Акварилмисты замечают, что когда тетраду он голоден, он всем своим видом и поведением будет показывать, что хочет есть. Он может начать раздуваться, грызть оборудование или декорации. Мы стараемся не допускать, чтобы наш шарик был сильно голодным. Иначе он станет нападать на соседей. Если у кого-то из вас есть опыт содержания шаров Ахака, то расскажите нам об этом в комментариях. Пожалуйста, напишите, понравилась ли вам эта рыба. И вообще, интересны ли вам такие ролики. Или вы хотите видеть что-то другое на нашем канале. Нам очень важно знать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.